Дорогие друзья, перед началом данного видеоролика я бы хотел настоятельно порекомендовать вам канал под названием SNK Creativity. На данном замечательном и интересном канале вы сможете найти не только обзоры на конструктор мировой известности LEGO, но также и на различные интересные коллекционные модели. Помимо этого, на канале выходят обзоры на различные экшн-фигурки, мини-фигурки, диски с играми на старый PlayStation, а также старые фигурки киндера из 90-х и 80-х. Так что, дорогие друзья, скорее переходите по ссылке в описании и ознакомливайтесь с этим поистине уникальным каналом. Ну а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдемнато Спейс, добро пожаловать на мой новый видеообзор. Сегодня мы с вами посмотрим на набор под артикулом 8086 по серии LEGO Star Wars, выпущенный в 2010 году, когда у нас выходил замечательный сериал Война Клонов. В этом наборе три мини-фигурки, которые являются все, кстати говоря, эксклюзивными в этом наборе, потому что это такие вот дроиды с джетпэками, которые, если вы помните, в арке с крейсером сепаратистов под названием Злорадство. Они, в общем, там выкуривали клонов, которые выжили и прятались в спасательных капсулах. Они устраняли эти формы жизни, дабы о Злорадстве никто не узнал, ибо это было великое тайное оружие Конфедерации Независимых Систем, которое они тестировали на маленьких республиканских фрегатах. Ну, как вы помните, Злорадство просто уничтожили, взорвали, и, в общем, Гриусу не поздоровилось в тех сериях. Ну да ладно, давайте посмотрим на инструкцию. Вот такая вот замечательная инструкция. Тут у нас три клона, настоящие бравые воины. Ну и, конечно же, сам Трайфайтер летит у нас над Корусантом. Тут взрывается, взрывается, и тут эти ребята застреляются. Сама инструкция, конечно же, классная, но, в принципе, обычная, конечно, но выглядит неплохо, здесь никаких ошибок нет. О, тут тоже есть Дарт Вейдер. Да, друзья, тут тоже шлем Вейдера, как в 2008-м, круто. Сзади пацанчик орет, Уэн, Уэн, выиграйте эти ралитетные, наборы, Индиана Джонс, Стар Ворс, Сити, Техник, Эйджинс, Стар Ворс, Пауэр Майнерс, Сити и Индиана Джонс, и все они будут вашими, да. Так, ладно, Лего Клуб, Лего Клуб, друзья, это у нас Макс, это у нас Такаши из Марс Мишин, Короли Реветт, из Аквазон, по-моему, и, конечно же, Тюремщик. Да, это Лего Клуб. Ну и здесь у нас наборы, другие наборы. Сепаратист Шаттл, у меня он был в те годы. Энакин Звуи Винг Файтер, у меня его не было, потому что мне дизайн не нравится. Бэтл Вендор, у меня он был на Новый Год, мне подарили. И Венатор, класс, Republic Attack Cruiser. Да, друзья, ну я его приобрел относительно недавно, пару лет назад, был обзор. О, друзья, взгляните, какой тут классный постер. С кучей Венаторов стреляются с этими дроидами, гиенами, бомберами. И тут перехватчик Энкина летит. Ви Винг. Классный постер. Если вы помните мой прошлый обзор на звездолет Уби-Вана 2016-го. Вот вы помните, там такие крутые постеры. И я что-то не припомню. И вот попробуйте мне что-то положительное про Диснеи и современное Лего сказать. После того, как посмотрели на вот эту инструкцию даже. Во-первых, каталог наборов. Во-вторых, шикарный постер. В-третьих, еще дальше каталог наборов. Тут у нас Спидер Фрика, который был подарен мне на десятилетие. Арк 170 Starfighter. Тоже крутой набор, но он разобран у меня, к сожалению. И Тай Дефендер из расширенной вселенной. Да, друзья. Дальше. У нас продолжается список наборов. Здесь два Бэтл Пэка и Эко Бэйс. Но это очень маленький вариант базы Эхо. Но у меня он тоже был, потому что я его увидел в магазинах. Я увидел этот раритетный эмблемку 1999-го. И я понял, что я хочу этот набор. И вообще, я в те времена не знал даже, что они выходили. Я пришел в магазин и офигел. Потому что я почему-то тогда именно не смотрел ни каталоги, ни обзоры. Как-то не знаю. Хотя нет, я тогда только начинал с YouTube знакомиться. Это был 2010-й. Появились айфоны, айпэды. Ну как, у меня появились. И поэтому я открыл для себя YouTube. По-моему. Вроде бы так все и было. Так, еще один постер, дамы и господа. Но они не заканчиваются. Взгляните. Здесь у нас уже летит, конечно же, Арк-170. Сражается против Трайфейтеров. Количество которых просто не уменьшается с каждой секундой. Хотя там вон и этих немало. Арк-170. Ну, это равная битва. И там, кстати, вот еще подмога летит. Второй постер, друзья. И тут еще и функции показаны. Вот сколько дополнительного материала мы получали в 2010-м. Золотая эпоха Лего. Золотая эпоха Лего. 90-е. Самая качественная эпоха Лего. Уже начинают новые серии выходить. Интересные, авторские, с различными конструкциями. Лего экспериментирует. Вот. А в начале 2000-х, ну и в середине, у Лего уже начинает золотая эпоха. Просто расцвет Лего. Потому что серии уже имеют такие интересные модели. Которые не просто интересны. Интересные они были и в 90-х. Но в золотой эпохе, в 2000-х, 2008-й, 2010-й, 2004-й. Эти наборы уже приобретают интересные очертания. Более сложные конструкции. Но все еще не, знаете, перенасыщенные деталями. Когда кажется, что набор просто, знаете, был оставлен, я не знаю, в печи слишком долго. Он, знаете, он выпекался. Но он уже слишком с корочкой получился. Да, вот как сейчас наборы. А в то время он был вот идеальный. Я не знаю, как еще это объяснить. Но я надеюсь, вы меня поняли. Вот. Так что да. Минифигурки. Минифигурки у нас три дроида. У нас имеется дроид-командующий с желтой пимпочкой на туловище. И, конечно же, его интересным инсигния на голове. Вообще они похожи на дроидов с Джоанозиса. Только у них серые ручки и ножки. И сзади такие джетпэки, которые состоят из деталей Бионикла и одной серой пимпки. Вот такой вот шикарный дроид вооружен, конечно же, бластером. Дроиды. Дроидов никогда не бывает мало. Так. Ну и два обычных. Два обычных его подопечных. Чтобы ему не было одиноко. Убивать маленьких беззащитных клонов, которые сидят в капсулах и ждут своего часа распрощаться с жизнью, к сожалению. Ну, вот такие вот маленькие худенькие дроиды с джетпэками. Их там всех мочат. В целом, классные ребята. Вот. Я не знаю, с ними особо арми билдинг не получится делать. Разве что, если вы не купите кучу этих Трайфайтеров. Но я не думаю, что вам много их и надо. Потому что их там в серии было всего-то, не знаю, десяток. Сам Трайфайтер. Вот такой вот замечательный набор. Мне всегда нравился дизайн Трайфайтера. В принципе, да. Тут ничего негативного про него не могу сказать. За исключением, наверное, одной вещи. Это вот эти вот его штучки серенькие. Они норовят всегда выпасть, если вы его за внутреннюю часть этих крыльев берете. Потому что они здесь на одном, на одном, короче, пимпочке прикреплены. Вы можете видеть, и они немножечко болтаются из стороны в сторону. Их легко зацепить, и они будут вылетать. Так что будьте аккуратны, если собираетесь приобрести этот набор. Или если он у вас уже есть. Вот. Ну, в целом, с точки зрения внешнего вида, вот как он выглядит. У него имеются такие три интересные вогнутых крыла. Сзади три этих турбоускорителя. Снизу ракеты, которыми он может выстреливать. Но они не очень стреляют, если честно. Ну, вы знаете, это обычный Flickfire Missiles. Но из-за того, что они такие длинные, ими очень сложно стрелять. Вот. У него такое лицо, как у комара. Вот глаза Борков из Bionicle. Пушки. Пушки могут подниматься, опускаться. Очень интересное строение вот этих всех его крыльев. Она сегментарная, накликающая в джойнтах. Конечно, собирать это не очень весело. То есть, вы понимаете, нужно собрать три одинаковых крыла. Это немножко не весело, если быть честным. Но зато на выходе вы получаете такой очень классный, похожий на то, что был в оригинале звездолет Трайфайтер. Так, здесь наклеечки. У нас символ КНС. Конференция неизвестимых систем. Алиэнс сепаратистов. И тут капсула. Капсула, в которую можно посадить дроида. Либо можно посадить баз дроида, что более достоверно. Но в этом наборе нет баз дроидов. Баз дроиды есть в дроиде стервятники. Который выйдет спустя четыре года. Вот, да. Но, в принципе, это небольшая проблема. Кстати, пропечатка не сильно отличается от версии 2014 года, которая выйдет с баз дроидом уже, насколько я помню. Или нет? Может быть, нет. Вот. Но там она более серебряная. Тут более серая. Ну, я бы не сказал, что это прямо какой-то большой минус. Вот. Ну, и в целом такой набор. Это... С ним особо много чего не поделаешь. Это просто звездолет. Но, в принципе, он такой и должен быть. Вот. Классный набор. Что можно сказать? Его сейчас можно найти. Там, я не знаю, на Авито, на ОЛХ, на Эбэй, на Абриклинке. Где угодно ищите. Он не сильно дорогой, но при этом вы получаете крутой раритет. Вот. Я его вообще купил за 800 рублей. Да. Но купил я его без мини-фигурок. То есть, я купил просто сам набор, помыл и собрал с инструкцией. Но мини-фигурки, их не было в комплекте. Почему они у меня есть? Потому что этот набор у меня был 12 лет назад. Я его купил. Но, так как прошло уже 12 лет, я тогда был 10-летним дурачком, я этот набор разобрал. И именно поэтому он лежит по частям в огромном количестве моих этих ящичков. Ну, не ящичков, пакетов с лего. И чтобы его восстановить, надо опять все это вываливать на пол, ковыряться в этом 2 дня. Честно, у меня нет на это сил. Поэтому я решил просто заказать. Не такая уж и большая цена за вот такого Трайфайтера. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. И покупайте Трайфайтеров, ибо они круты.